Только мой, других не знаю, ты будешь только мой Мы любим человека, а он от нас ушел. Пошел он в жопу. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Решила снять такое видео на тему, как вернуть любимого. Я смотрю, часто люди задают этот вопрос, девочки молодые. Я бы хотела эту тему осветить, так как у меня есть курс «Хочу быть стервой». Как же нам вернуть любимого? Первый вопрос – зачем? Зачем возвращать любимого? Конечно, очень важна каждая ситуация. Нет такого, что любимый ушел, свалил, пошел он в жопу. Мы любим человека, а он от нас ушел. Здесь нужно немножечко по-другому строить свой взгляд. В принципе, любимого вернуть легко. Если вы ничего не делали серьезного, и любили друг друга, и любовь у вас была взаимная, и вдруг любимый ушел, то, в принципе, вернуть его несложно. Потому что за одночасье люди не разлюбляют. Просто не возвращать его. Первый мой совет, на который я бы хотела, чтобы вы обратили внимание, если вы хотите вернуть любимого, вы просто его не возвращаете. Ничего не делайте. Тем более любимого, мужчины. Вообще, когда женщина бежит за мужчиной и пытается его вернуть, это не женское дело. Это мужчина должен бегать и возвращать свою женщину, если вдруг она ушла. А женщина нет. Сидите и ждите. А лучше не ждите, а займитесь чем-нибудь интересным. Например, рисуйте картины, сходите в кино, встретитесь с подружками, потусуетесь. Вообще не названивайте своему любимому. И тогда он позвонит вам сам. И сам придет. Если этого не происходит, то, скорее всего, вы ему просто не нужна. И тогда я не вижу смысла возвращать любимого. Зачем тогда это нужно? Такой простой закон. Это что касается мужчин. Потому что если я бы советовала мужчине, как вернуть любимую, тогда бы да, я бы говорила о том, что надо позвонить, нужно что-то сделать, нужно шаги, нужно поступки, то есть сделать все это. Должен завоевать ее снова и снова. Это женщина. Это нормальная ситуация, когда это делает мужчина. Но когда женщина в позиции завоевателя сердца своего любимого, это, конечно, уже бред. И этого делать я вам вообще ни в коем случае не рекомендую. Даже если вы любите, страдаете и так далее, просто возьмите все в кулак свое и продолжайте жить дальше. Я работаю с этим так. Если вдруг мой любимый по каким-то причинам, хорошим или плохим, покидает меня или пытается покинуть, то я в этот самый момент начинаю строить жизнь уже без него. Даже если вот он пытается что-то исполнить там, да, типа бросает, на понт берет, да, там мужчина бывает такое. Я уже строю жизнь без него. Серьезно он или не серьезно. В этот самый момент, как только меня бросают, да, я вот кладу трубку там, да, или вот мы поговорили, я осталась одна сама с собой. У меня есть такой прием. Я начинаю строить планы. У меня сразу тысячи планы на будущее, как я буду жить без него, чем я буду заниматься, куда я пойду, что я буду делать, и все, и уже в жизни нет. И я к этой жизни уже привыкаю. И вы знаете, в этой жизни ничего нет плохого. Мне она очень нравится тоже. То есть я не чувствую себя в ней одинокой. Я себя развлекаю в ней по полу. Поэтому такой вот хороший прием. И если вы уже привыкли к быть одна, да, ну, все, уже настроили себе планов, что вы одна, то вы особо сильно грустить не будете. Ну, а если ваше любимое возвращается через какое-то время, то вы снова планы эти отодвигаете и живете планами с ним, с своими хорошими любимыми. Поэтому, как вернуть любимого? Не возвращайте, ничего не делайте. Не то, что не возвращайте, ничего не делайте. С мужчинами бездействие может быть очень-очень эффективным. Что не скажу наоборот. Если мужчина хочет вернуть любимую, то ему нужно делать. Нужны поступки, цветы. Можно даже таким образом отвоевать вообще любую девушку, любого парня, грубо говоря. Ну, опять же, все зависит от человека, принципы, там, опыт и так далее. Вот меня, например, от моего любимого уже никак не отвоюешь. Он меня так завоевывал, так держит в лапах своих, как тигр. Что у меня даже мысли нет вообще посмотреть в какую-нибудь сторону. Я живу в своем мире, в нашем мире маленьком. Вот мои рекомендации. Все очень просто, оказалось. Что-то я думала, буду говорить первый, второй, второй. Самое главное, девчонки, любите себя. Я вот часто слышу, да я же люблю себя, люблю себя. Блин, если ты оказываешься в позиции, что ты страдаешь, что что-то происходит не так, как тебе нравится, ты мучаешься, ты себя не любишь. Ты не должна мучиться. Люди вокруг тебя мучаются. Потому что они не получают то, что они хотят. А ты не мучайся. Если ты не получила что-то, ты подумай вообще, то ли ты хотела, оно ли тебе было нужно. Да вообще, что делать, это гиблое дело, неблагодарное. Я считаю, что мужчине нужно отвечать взаимностью. Но не так, чтобы мужчина отвечал взаимностью нам. Поэтому мы, женщины, в принципе, ничего не должны делать сами. Мужчина нас берет, а мы ему отвечаем взаимностью. На том уровне, который он дает. Лучше, не больше. Потому что мужчины-охотники, лучше даже чуть-чуть меньше. Мужчины-охотники, они должны все бежать, бежать к вам, понимаете? Вот эта маленькая дистанция должна быть, они должны бежать к вам, а не наоборот. А если вы будете давать больше, чем вам человек, то вы его быстро насытите, и он будет искать себе новую добычу. Как ни крути, но охотники. Раньше я слышала эту фразу, как просто, знаете, фразу, которая охотники-охотники, что-то там женщины, там кошки, мужики-охотники, что-то не пойми, что, да? А сейчас я вот в буквальном смысле, в буквальном смысле, у нас есть животные инстинкты, и мужчины, они реально охотники. Это вот на уровне. Мы, женщины, вот такие домоседки, да? Ну, не домоседки в том смысле, что сидим, а в том смысле, что мы охраняем очаг наш, да? Что мы обуютиваем все, вот это вот готовим мы, дети. Вот это вот все внутреннее тепло какое-то создаем, да? А мужчины другое. У нас разные энергии текут. И что касается охотника, к сожалению, это их природа. Поэтому нам нужно с ней лавироваться. И чтобы ваш охотник не пошел охотиться на кого-то другого, он должен всегда охотиться на вас. Вообще, кстати, интересно ваше мнение, кто вот применял такие вещи. Вот у кого есть какой опыт по поводу этого, да? Знаете, даже мне интересно, была ли какая-нибудь девушка, которая действительно завоевала парня, и сейчас с ним живет, и счастлива. Прям вот завоевала. Он дарил его вниманием, а он такой был недоступный. Вот если из тех, кто будет смотреть мое видео, есть те люди, которые завоевали парня, который их не любил там, или не отвечал взаимностью, а потом начал отвечать от того, что она была такая активная, и вы счастливы, мне интересно, скажите, пожалуйста, что это вы, и сколько вы уже вместе живете. Мне вот для статистики было бы это очень интересно. Ну все, до завтра. С вами была Сирена Свой. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok